здравствуйте уважаемые вязальщицы меня зовут юля вы находитесь на моем вязальном канале сегодняшнее видео там описание мастер-класс по вязанию вот такой мужской классической шапки ко дню 23 февраля и не только можно связать в подарок своим любимым мужчинам мужьям сыновьям дедушкам и вообще братьям друзьям и всем-всем классика все что любят мужчины резинка один к одному круглая ровная макушка эта шапка не фалдит она без напуска надевается точно по голове как очень часто любят носить мужчину нас уже есть одна не совсем классическая немножко такое в вольной посадке шапка поэтому эта шапка была очень уместно для вязания для такой шапки вам понадобится меринос мне понадобилось два матка вот этого мериноса это фирма сиам мерино ультра 16 если вы уберете другой меринос то отталкивайтесь от толщины нити в 50 граммах этой пряжи 170 метров выбирая другую пряжу альтернативную берите точно такую же или близкую толщину например длина нити 50 граммах 170 или 160 или 175 метров но можно выбрав эту пряжу вы не огорчитесь это очень хороший производитель мне нравится именно вот этот меринос классный я вязала на спицах номер два и три нижнюю часть резинка спицы номер два верхняя часть спицы номер три на эту шапочку ушло два матка и у меня еще осталось я вязала вот такой образец и немножко остался моток шапка связано на голову окружностью 57 так что я думаю в таких вот пределах у вас еще останется пряжа и также можно если вам не хватит распустить образец также пустить его в шапку шапка связано резинкой нижняя часть с отворотом резинка с фиксированным отворотом все рассказываю как это связать то есть делая подгиб у вас он уже не смещается а фиксируется именно вот в этом уровне резинка связано спицы номер два в одну нить купол шапки вся ее основная часть связана в две нити спицами номер три что касается размера шапочки на окружность головы 57 готовые изделия вот так вот по ширине двадцать два с половиной сантиметров ориентировочно по высоте шапочка 21 сантиметр что касается глубины шапки это одно из основных здесь расчетов потому что чтобы шапка сделать четко по голове закрывала уши необходимо вот эту высоту вымерить глубина шапки меряется от лба через макушку затылок до начала роста волос и делится это расстояние пополам дальше прибавляйте 1-2 сантиметров и вяжите вот эту высоту вот так 2138 у меня глубина шапки по голове делим пополам 19 прибавила 2 сантиметра таким образом прибавить 2 сантиметра получается глубокая посадка закрывающая мочки ушей и затылок полностью если вы хотите не такую глубокую шапку как вот на указано на фотографии тот прибавляйте 1 сантиметр что касается растяжимости растяжение в процессе носки то связав шапку вот так плотно из качественной пряжи она вас не будет растягиваться сохранит форму все пожалуйста смотрите мастер-класс вяжите с удовольствием подписывайтесь на мой youtube канал скажу это сразу я буду рада вас видеть среди своих подписчиков и надеюсь буду дальше показываем более интересный и актуальный мастер-класс описание рассказы что я вижу все давайте свяжем шапку шапку я вижу для мужчины который любит плотную посадку на голову и образец я мерила как в свободном положении в сантиметровой ленты вот так так и в растянутом состоянии вертикальные ряды лицевых петелек и изнаночных обычно просматриваются просматриваются и изнаночные столбики и лицевые в таком состоянии я измерила свой образец и по моему образцу в одном сантиметре две целых одна десятая петли также я мерила в нерасправленном состоянии повторюсь я отнимала 20 процентов опираясь на мои опыты я понимаю что 145 петель на голову это очень много поэтому я просто растянула померила и у меня получилось 119 петель именно такое количество петель я набрала то есть мне 119 петель одна из них уйдет на соединение детали в круг и вязать по кругу потому что раппорт резинки 1 к 1 составляет две петли 118 петель у меня уйдет в работу вот я связала резинку резинку у меня с отворотом рассказываю подробно набрав 119 петель я замыкаю в круг получаю 118 петель и вяжу резинку один к одному далее через шесть половиной семь сантиметров у меня здесь двадцать пять рядов я вяжу один ряд лицевыми петлями далее связав один ряд лицевыми петлями я вновь продолжаю вязать резинку один к одному чуть чуть короче чем нижний участок до лицевого ряда то здесь на 25 рядов верхняя часть на 24 ряда что дает один лицевой ряд он дает нам фиксированный край здесь мы хорошо вот так видим бороздку и это бороздка с лицевой стороны дает нам изнаночный ряд вот такой узелковый край надеюсь видно вот такой узелковый край и он хорошо фиксирует резинку еще одно замечание у меня здесь 6 половиной сантиметров посадка плотная если вы хотите широкую резинку то вяжите ну и в принципе как рассчитать высоту резинку вяжите ее примерно на пол сантиметра шире потому что растягиваясь полотно сжимается по высоте и укорачивается поэтому у вас не будет такой же высоты как в свободном положении по теперь нам нужно переходить на основное полотно лицевой гладью его мы будем вязать в две нити спицами номер три тоже круговые буду использовать на леске 40 петли сейчас я буду убавлять суста 18 петель мне нужно сделать сто две петли измерив образец мне получилось что в одном сантиметре две петли и растяжение на лицевую гладь и оставила 10 процентов то есть обхват головы 57 умножить на две петли в сантиметре получая 114 петель и отнимая 10 процентов сто две петли здесь у меня 118 здесь то 2 у меня лишних 16 петель и я буду через каждые примерно 5 петель делать убавки и провязывать вместе две петли добавляем вторую нить в работу и берем спицы номер три значит рабочую эту спицу мы не используем используем троечку и вяжем лицевые петли сейчас я провяжу 5 петель и сделаю убавление 5 лицевых и убавление 1 2 3 не вяжите туго вяжите спокойном положении как вам вот удобно провязывать чтобы полотно было естественным и аккуратным ровным 5 петель я лицевых провязала теперь не нужно провязать две петли вместе обязательно провязывайте за правой стенке какая бы эта петля не была лицевая или изнаночная вот я отогнула видно как петля раскрыта вот именно за эту правую стенку нужно провязывать чтобы хорошо аккуратно провязалась петелька я разверну и ввожу через первую во вторую петлю вот так сразу в 2 и провязываю одной лицевой петлей одно убавление я сделал я буду записывать чтобы не считать количество убавлений 5 петелька у меня первая изнаночная она развернута правой петлей а правой стенкой правильно здесь у меня она будет перекрещена если так провяжу поэтому правую стенку вешаю за спицу и ввожу через первую во вторую петлю и провязываю второе убавление сделала и так далее до конца ряда я провяжу один ряд 3 убавления все в конце ряда мы встретимся внимательно следите за количеством петель и обязательно когда закончите ряд пересчитайте сколько петель у вас на спицах я провязала ряд теперь у меня все петли состоят из двух ниточек и вяжу я сейчас на спицах номер три у меня сейчас сто две петли и дальше я буду вязать по прямой но для того чтобы не запутаться в начале в конце ряда где начало и конец я не буду вешать маркер на спицу что постоянно его переставлять я просто повешу между петельками которые обозначают начало и конец ряда так маркер вяжем дальше лицевыми петлями такую высоту какую нам необходимо вот так мы отворачиваем и наша глубина шапки уже началась от отворота и так здесь у нас сейчас 6 ну примерно с половиной сантиметров нам необходимо измерить голову мы делим это расстояние на 2 например у вас вот так окружность по голове 40 сантиметров поделить на 2 получается 20 добавьте один сантиметров или около того высота шапки начиная от сгиба от резинки до макушки вся шапка дальше у нас будет еще отниматься высота шапочки самого купола где она будет закрываться обычно эта высота занимает для взрослого изделия порядка семи сантиметров мне нужно чтобы у меня шапка была высотой 14 сантиметров до начала убавлений еще восемь сантиметров мне нужно связать по прямой шапку я связала до начала убавлений здесь у меня около 14 сантиметров тринадцать с половиной и для убавления по купола я поделила все свои петли на 6 секторов у меня в окружности 102 петли делим на 6 по 17 петель в каждом секторе 17 петель и вот красной марки начало ряда если у вас количество петель которые не делятся одинаково по всем секторам ничего страшного просто распределите петли через одну например 17 16 17 16 и так далее либо вам не хватает одной петли тогда у вас все сектора будет одно количество петель а в одном секторе например на одну петлю меньше на одну петлю больше это не страшно это не скажется на изделие в целом первые две петли сразу после маркера мы провязываем вместе обязательно разверните петли правыми стенками направо перед спицей и вводите правую спицу через вторую петлю в первую и провязываем одной лицевой петлей все остальные петли сектора провязываем как обычно лицевыми петлями до следующего маркером провязали сектор перенадеваем маркер на правую спицу и через вторую в первую петлю вводим в правую спицу подхватываем нить и провязываем одной лицевой петлей две петли сразу после маркера все теперь так выполняем в каждом секторе после маркера весь ряд до конца ряда я провязала ряд в каждом секторе закрывала по одной петле в начале ряда следующий ряд я провязываю без изменений просто по кругу все петли лицевые увидимся когда провяжем один ряд возле маркера начала ряда третьем ряду после того как мы закончили один ряд без изменений снова вяжем третий ряд сокращения в каждом секторе начале сектора после маркера остальные все петли провязываем без изменений просто лицевыми вот мы представили маркер следующие две петли после маркера через вторую в первую провязываем одной лицевой петлей все так заканчиваем весь ряд до конца начале каждого сектора мы будем закрывать по одной петле следующий ряд после этого мы снова провязываем без изменений и так вяжем каждый ряд чередуя сокращения в одном ряду и следующий ряд провязываем без изменений так мы провяжем до того момента пока не останется в каждом секторе порядка четырех петель тогда мы начнем сокращение выполнять в каждом ряду процесс сокращения петель идет вот так выглядят сектора вот так направляются петельки и сейчас я довязала до того момента когда у меня 6 петель между маркерами и посмотрев что достаточно маленькое расстояние ввиду того что я плотно вижу мелкая петля сейчас через шесть петель после 6 петель я начинаю сокращать в каждом ряду то есть предыдущий ряд мне был сокращениями и следующий ряд я вновь выполняю сокращение то есть я провязала первые две петли как и прежде в начале сектора остальные не провязываем так я буду провязывать теперь каждый ряд пока мне не останется одна петля в одном секторе я закрыла все петли в каждом секторе оставил только по одной петле вот так выглядит макушка закрывает две петли в каждом секторе я уже снимала маркеры и убрала их совсем со спицы теперь мне остается только обрезать ниточку подцепив крючком продеть ее через все петельки еще хочу обратить ваше внимание смотрите у меня шесть секторов на на спицах осталось 7 петель почему так произошло в одном из секторов я забыла закрытием в каждом секторе начала закрывать и одну петлю пропустила провязав по рисунку я ничего не стал менять возвращаться не стал это не будет сильно видно если у вас такая ошибка произойдет ничего страшного просто провязав до конца все остальные ряды у вас останется ну не 6 вот как у меня 7 петель берем значит ножнички мы отрежем в порядке это вот такой длины сантиметров 20 нитка уходит вот с этой спицы берем крючок и вводим крючок в последнюю петлю которую мы провязали именно в обратном направлении все петельки снимаем на крючок если вам будет трудно делать так как я сейчас выполняют то лучше петли снимать по несколько штучек и постепенно уже вводить нить в каждые петли так я сняла все семь петель на крючок убираем спицы больше не нам не понадобятся берем нитку и вводим нитку во все петли можно так слегка подкручиваем ведь у меня сбрасываются иногда петельки такое тоже может происходить подхватываем петли обратно и вводим нитку через все все петельки вот нитка вышла мы и достанем сейчас с тех петель где она уже введена и протаскиваем дальше так переводим крючок в отверстие в макушке и вытаскиваем нитку на изнаночную сторону подтащив нить в изнаночную сторону подтянем нитку удерживая макушку дальше мы с изнаночной стороны закрепим нить я в виду нитку в иголку это будет проще потому что полотно плотно и прошью по кругу и выведу нитку в какой-то из секторов сейчас покажу макушку что у нас получилось вот такая макушечка очень все ровно кругло такая шапка осталось постирать шапочку и постирала постирала в средстве специальном для шерстяных вещей жидкое средство развела его в воде температурой 30 градусов замочила шапочку немножко пожала пополоскала и дальше сполоснула в воде точно такой же температуры это важно чтобы шерсть не заваливалась у вас процессе стирки полоскать ее в той же температуре как и стираете смотрите петельки еще лучше выровнялись вот так у нас выглядят закрытием сейчас расправлю покажу еще раз макушку шапка у меня после стирки не растянулась ни в какую сторону потому что мы и связали плотно ну и знаете и благодаря хорошему качеству пряжи она тоже держит форму это немаловажно вот такая мужская шапка мы ее же померили она прекрасно сидит и закрывает уши теплая плотный купол не продувается резинка хорошо пружинится в общем замечательная шапка я надеюсь когда вы свяжете свою шапку ваши мужчины тоже ее оценят я вас поздравляю с текущими праздниками желаю вам удачных вязальных проектов оставайтесь на на канале подписывайтесь и до новых интересных мастер-классов и встреч пока пока